Пускаем новый отопитель. Местные сторожилы утверждают, что к маю льда уже не будет. Грозит суд, именуемая гибелью. Мы можем воочию наблюдать. Мы это имя оставлять не стали, придумали новое. Все, греется. Ну что, друзья, всем привет! Я начинаю съемку второго выпуска видеодневника подготовки к экспедиции. Мы по-прежнему находимся в яхтенном порту Йоханнес. В поселке Советский, Выборгского района Ленинградской области. На сегодня у нас планы продолжить работу по установке отопителя. Вчера Витя с этим не закончил. Мне нужно выбросить из яхты мусор, а также отсыревшие и испортившиеся за зиму предметы. Освободить место к привозу подушек, спасжилетов и другого необходимого для использования яхты инвентаря. Обмерить борта яхты для изготовления символики нашей парусной экспедиции, которую мне надо уже с понедельника начинать заказывать. Посмотрим по ходу пьесы, возможно, будут еще какие-то дела. Погода сегодня получше, чем вчера. Светит солнышко. Правда, ночью были заморозки. Лужицы замерзли, было очень холодно. Но на воде, так сказать, на большой воде, он постепенно отступает. Его уже даже меньше, намного меньше, чем было вчера. Это не может не радовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кстати, я вчера поспешила сказать, что в порту занимаемся яхтами только мы сейчас. Вчера приезжал хозяин вот этого шипмана и, как видите, за один день очистил половину дна для покрытия необрастайкой и ремонтом. Потому что где-то у него обнаружилась трещина. Мы тоже собираемся обновлять днище, но между первым и вторым этапами. Сейчас мы пойдем с тем, что есть. Вот такие вот здоровые, принесенные ледником камни здесь по всей окрестностям. Это вообще отречительная черта карельских пейзажей. Надо сказать, что камни здесь не только на берегу, но и под водой. Поэтому любое отклонение от линии фарматора грозит судну, именуемой гибелью. Сейчас рассматриваю лодку со стороны и прикидываем. В какое место наносить символику нашей парусной экспедиции. Витя вернется из магазина и надо будет еще и обмерить, чтобы точно понять, какого размера заказывать. Сегодня намного теплее, чем вчера. Солнце светит так же ярко, но небо чистое и ветра почти нет. Поэтому работать куда комфортнее, чем было вчера. Все, греется. Слабенький гонек, но все же греется. Готовим чай. Пока в необжитой лодке. У нас здесь стоит спиртовая плита. Если честно, на газовое мне нравится больше готовить. Да вниз. Ты чего спишь, а ты вот ходишь? Искать шурупчики. Кого искать? Шурупчики. Я забывала. Нет, хочу не ржаву. Ржавы какие-то вообще никакие. Зачем тебе нужны шурупы? Сделать площадку. О, хорошо. Короче, старый вебаста держался на трех... На трех подушках резиновых. Вот. Здесь у меня новый вебаста держится на двух подушках. На четырех подушках. Три подушки берут старого вебаста и четвертое делаю. Друзья, вы, наверное, уже все видели, что у нас на корме осталось старое имя Аманда. Мы это имя оставлять не стали, придумали новое. Но во время уборки в яхте мы нашли еще один экземпляр из двух имен на правый и левый борт. Аманда. Выбросить жалко. Видимо, прошлый хозяин хотел обновить имя, но что-то не срослось. Поэтому, друзья, если кто-то хочет назвать свое судно Аманда, мы готовы ему в этом помочь. Отдать комплект имен и комплект флагов на бортах. Кто заинтересовался, пишите нам в инстаграм. Спишемся, договоримся, передадим. Вот так вот с улыбочкой. Видите, работает над установкой отопителя. С чем? С улыбочкой. Я предвкушаю тепло в нашем маленьком паучем доме. Меня это оставляет увлажаться. Да, мы будем ждем тепла, потому что все замерзли. Ах, слушай, все. Я не замерз. На следующих отдых расчехлю тент, тузик на борт, на носки. Надо его, да, потому что он мешает здесь. Вообще невозможно кокпитом пользоваться. Вот так вот приходится изворачиваться, чтобы поставить новый отопитель. Вниз головой, попой, кверху Витя провел все выходные. До сих пор не все доделал. А я сейчас буду обрабатывать спиртовым раствором, деревянной поверхностью. Потому что там за зиму от сырости появляется какой-то налет. Вот, друзья, смотрите, один из минусов спиртовой плиты – копоть. Смотрите, какая копоть. Вот это все – копоть, черная копоть. Коптит ужасно. Чешевая, неказистая. Жизнь российского эфт-смена? Да. Жизнь российского эфт-смена. И российский эфт-смена. Что, уже можно выключать? Нет. Я тоже губы раскатал. Там у нас находится выключатель отопителя. Правильно, что говорю? Наверное. По крайней мере, так нам объяснили, когда мы покупали яхту. Но так как отопитель не работал, проверить это обстоятельство у нас не было возможности. Снимаем, ставим контроль от отопителя. Попробуем его вместо прикрепить к нему. Сегодня погода шепчет. Ветер. Небольшой. Солнце светит весь день. Никаких осадков. Прекрасно. Мы можем воочию наблюдать, как тает лед. Еще вчера здесь лед был плотным, белым. Воды было значительно меньше. А сегодня весь день светило солнышко и лед постепенно отступает. Местные старожилы утверждают, что к маю льда уже не будет. Будем надеяться на их правоту. Будем надеяться на их правоту. Будем надеяться на их правоту. Будь здоров. Что ж, примета показывает, что если Олег чихнул, значит так оно и будет. Попускаем новый отопитель. Уже? Да, пытаемся. В тестовом режиме пока. Вот, он должен вот отсюда. Вот здесь выхлоп? Да, здесь выхлоп должен. Вот это вот? Вот это толстая дырка. Вот это вот большая труба, это выхлоп. Кстати, из нее дует теплом. Видимо, все-таки наша операция двухдневная по установке топителя проходит успешно. Витя проверяет, заканчивает. Вот здесь вот располагается отопитель. Ура, пошел дым! Слушай, не знаю, видно ли на камеру, но я вижу. Вот он, дым. Вот он, дым идет. Вот он, видно. Это пульт управления? Да, пульт управления. Дистанционного? Ну, как дистанционного, есть дистанционного. Ну, все, друзья, я с вами прощаюсь. Эти выходные подошли к концу. Завтра нам на работу. Впереди длинная дорога в Москву. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова